Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре удилища от компании Колмик. Новая абсолютно серия, которую еще вообще никто не знает. И всех, наверное, кого я знаю, все в них путаются. Для чего они, что это такое? Фидера, матчи, баллонки, что это? Непонятно абсолютно. Это вот новая серия Prime Rush, то есть она делится на две категории Special Carp и просто Prime Rush. Притом они идут с разными ручками, то есть в одних вариантах у вас будут ручки как у карповика, то есть абсолютно единый бланк такой, да? Они называются фидерами, да? И второй вариант это вот такие удилища, которые, в общем-то, привычные нам взгляду и выглядят как фидерай, и комплектуют с тремя вершинками, но почему-то они не указываются как фидер. Вот она пишется в описании как Special Carp, Prime Rush Special Carp. Слово фидер здесь он не указывает. Ну, давайте разберемся хотя бы, что это из себя представляет, потому что палочки действительно интересные для карпов. Карповые ловли, ну, как бы мне нравятся. Я скажу сразу, что мне нравятся они визуально, пока мне нравятся они по покидушкам. Я на них не ловил, они только что мне поступили фактически, и что я успел с ними сделать, это просто понагружать разными весами и побросать. То есть карпа я пока на них не ловил. Но, скажем так, со своей колокольни я могу, в общем-то, там что-то с вами поделиться, там своим мнением по бланку и так далее. Ну, плюс, естественно, как мы всегда делаем, это разные измерения, да, которые, в общем-то, нигде нет. Потому что первый вопрос, который возникает к этой серии, а где тесты? Потому что тесты не написаны. И как людям понять, что это за фидер, и какого теста, и кого им ловить, и так далее. То есть у меня была первая мысль, это, естественно, посмотреть вершинки, посмотреть тест, какой на вершинках, и, исходя из этого, понять, в общем-то, там, границу теста верхнего. Потом, когда я взял эти фидера в руки, я понял, что границы теста до конца верхнего нет. Потому что, в общем-то, если вершинки, там, условно, самые верхние у вас полторы лунции, то ее можно поставить, эту полторы лунции, настоящий водоем, естественно, да, но нагрузить этот фидер можно кормушкой, там, условно, 60 грамм, 80 грамм вместе с кормом. Он тоже ее бросает. При этом палка очень такая гибкая, посыристая, очень приятная. Да, ну, скажем так, это вот, наверное, первая серия фидеров от Колмика, которые, скажем так, у народа вызывают такие вопросы, которые не понимают, что это такое вообще, и с чем они имеют дело. Значит, давайте начнем. Вот такая палочка с, в принципе, приятным катушкой-держателем. Из минусов этой серии, вот у меня в руках, чтобы вы понимали, Prime Rush Special Carp SX, длина 3,25. По тесту здесь он не указан. Ну, вот я сейчас не довернул катушкой-держатель. То есть, вот как я всегда смотрю по качеству, что там внутри, да, здесь, в принципе, место не закрыто до конца. То есть, вклейка в гильзу, и щель там есть. Ну, вот что есть, то есть. Посмотрим дальше. Притом, здесь пробка. То есть, пробка достаточно качественная. Но, лично мне не очень нравится пробка в форогриппе, когда ты постоянно в липких руках с прикормкой закручиваешь, и это все проскальзывает больше, чем на Эво. Но, опять же, не знаю, может быть, для кого-то это нравится. Но, опять же, мне не очень. То есть, я бы все-таки... Потому что та же пробка, она же все-таки, скажем так, по надежности. Здесь не супер-пупер пробка, да, которая вам будет вечная на всю жизнь. Но, как бы, частенько пробка все-таки служит чуть менее долго, чем Эво. Да, и она больше подвержена воде, каким-то механическим воздействием и так далее. Значит, как всегда, дальше козырная такая ручка, где написано Prime Rush, сжато, спилено с боков, да, с утолщением, с таким. Ну, и сзади такая грибочек из Эво, в виде такого грибочка из Эво, торец. Но Эво качественная, никаких вопросов нет. Также ручка покрыта пленкой, качественно обтянута. То есть, в случае чего, снимайте ее обязательно, чтобы там и ваша пробка не гнила. Но пор в руках, да, эта палочка лежит приятно. Скажем так, и по тому, как она сделана, тоже отлично. То есть, я вот проверял там по колечкам, по вставкам колец, да, и так далее. То есть, ничего такого, к чему докопаться, я не нашел. Красивый лак на бланке, то есть, бланк палачен. Дизайн тоже приятный. То есть, действительно, в руках вот держится такое, очень хорошее чувствуется такая гибкая палочка, не вызывающие вопросов. По колечкам, сейчас я померю диаметр и так далее. Катушка-держатель, я сюда ставил во все них, их вот, что вы видите, да, этих четыре модели здесь у нас. Я туда ставил до шеститысячного, просто чтобы померить, войдет, не войдет, все туда входит. До шеститысячной катушки, вопросов нет. Здесь небольшие колечки, но, как бы, я считаю, что вот на все эти бланки, четырехтысячная катушка Пашимана, она отлично сюда встает, балансирует удочку, и ничего больше сюда ставить, как мне кажется, не надо. То есть, тогда вы получаете такую деликатную, приятную, мягенькую снасть, которая, в общем-то, одно удовольствие ловить карпа, вываживать его и так далее. Значит, как я сказал, у меня 3,25 в руках, 10,8 футов. По вершинкам, посадочный диаметр вершинок 3,5 миллиметров. Они все стеклянные, стекло, но при этом они очень чувствительные, то есть, по градациям, то есть, действительно, нежнейшие вершинки. Идут они, значит, 3,4 унции, 1,5 унции и 1 унция. Вот, они соответствуют тому, что написано. Плюс еще расстановка колец здесь такая, что у вас не будет проблем с захлестов, с переломанных вершинок и так далее. Длина вершинок 64 сантиметра. Колечки, скажем так, они не очень крупные, но достаточные для того, чтобы ловить с монкой, с плетенкой, с фидергамом, либо с шок-лидером. Там 0,24 из Мона, допустим. То есть, такая вот карповая рыбалка на стоячих водоемах. Ну, построю, я вам покажу тогда, когда мы их будем нагружать, уже раскладывать. Значит, по транспортной длине. Это моделька, 137 длина и от кольца до центра держателя 57 сантиметров. Диаметр колечка 15 и диаметр бланка 12. Значит, следующая модель у нас будет 3,60. Длина точности также. Prime Rush Special Carp SX. На бланке не написан тест. Показываю сразу вершинки. Вершинки также с посадкой 3,5. Унцы белые, две красных. Соответствует тесту. Тоже стекло. И по тестам. Одна унция, полторы унции и две унции. То есть, палочка для, в общем-то, дальнего боя, можно так сказать, на платниках. Ну, скажу сразу, тубусики могли бы сделать чуть-чуть пошире, как у того же Zemax. То есть, там вообще просто изумительные тубуса. Я прям влюблен в эти тубуса. Значит, рукоять от центра держателя 48, от центра до держателя до кольца 67. Колечко тоже полтора, ну, 15 имеется, не полтора, ну, не полтора, 15 миллиметров. Соответственно, диаметр бланка 13 миллиметров. Так, что есть еще не померили? Вроде бы все. Следующий. Значит, здесь также Prime Rush Special Carp 320 уже он у нас. Ну, сразу смотрим вершинки. Также 3,5 посадка. В наборе, в наборе полторы унции, единичка и двушка. По жесткости очень приятные. Я вам сразу скажу. То есть, у нас будет запасные вершинки к ним и запасные колена. Поэтому имейте в виду, кто у нас покупает удилище и кто подписан на социальные сети на страничке магазина Multifish, тот имеет право получить две запчасти в год бесплатно, совершенно в период действия акции. Даже если вы сломали по собственной вине, наступили или переломили, там, неважно. Плюс к этому, мы от магазина даем бесплатную, бессрочную гарантию на заводской брак, на удилище, купленное у нас. Плюс третье еще. Те, кто хочет сделать у нас ремонт, даже своих каких-то удочек, мы даем бессрочную гарантию на весь срок службы на место ремонта. Поэтому подписывайтесь на соцсети, вы будете обеспечены запасными частями. Имейте это в виду. Таких условий нет ни у кого. Значит, у этой модельки от торца до центра держателя 43, рукоятка сама 40. Давайте я вот предыдущую еще рукоятку скажу, а то я что-то не то начал мерить снизу. 45 длина рукоятки, и у этой модельки от центра держателя до кольца 60. Колечко тоже 15 мм, диаметр комля 11 мм. Видите, как интересно. Значит, следующая моделька у нас тоже Prime Rush, но вот здесь написано Prime Feeder, имейте в виду. Вот эта моделька здесь попалась у нас, написано Prime Feeder 360, и уже указан тест 40. Поэтому вот на всякий случай, чтобы вы это знали и имели в виду. Значит, рукоятка сама 46, от центра держателя до кольца 68. Колечко там тоже полтора, ну, 15 мм, чтобы я все с полтора. Значит, и 12 мм толщина бланка. Все фидера, которые здесь лежат, они все двухчастники. По транспортной длине первый я померил, второй, по-моему, нет. Давайте померим еще второй. Значит, 152 см транспортная длина, Prime Rush Special Carp 360. Значит, транспортная длина Prime Rush Special Carp 320. 134 см транспортная длина последнего, тот, который Prime Feeder уже именуется, 360 до 40 грамм. Двухчастник 153, то есть самый длинненький. При этом у вот последнего нашего друга вершинки идут карбон. У меня есть подозрение, ну, в принципе, она так и идет, что этот фидер относится к серии другой, которая идет как фидерная, условно, серия. Но остальные две модели, которые видео тоже про них будет, они идут совершенно с другими рукоятками. То есть там ручка, как вот я вначале сказал, как у корповика. Поэтому мы решили объединить вот этот фидер, соответственно, с тремя вот этими моделями, потому что они практически идентичны. То есть разница только в одном названии, в слове фидер. Здесь оно есть, там у него нет, фактически так. Значит, здесь тоже три вершинки. Они уже посадка 2,2 мм. Идеальной чувствительности. То есть здесь вопросов к вершинкам вообще нет. Полностью все соответствует. Единичка, три четверти и полторашка. По длине они разные. Если нужно, давайте сейчас померю. Значит, самая длинная 61, дальше 56 и самая короткая 51. Давайте раскладываем тогда и уже смотрим, что они из себя представляют по строю. Разложили мы наши фидерочки. Корповички такие. Значит, первый на тесте 360 до 40 грамм. Серия Prime Rush не Special Carp, а та, которая на сайте Multifish означается Prime Feeder. Тест 40 грамм, еще раз повторюсь. Вот, смотрите, по бланку. Тонкий бланк, приятный. В руках лежит очень легко. Строй английский. Это параболики. Чисто карповые параболики. Вот, кому нужно за небольшие деньги получить действительно классный бросковый очень фидер на платник. Вот, оттягать карпов будет одно удовольствие. Он прогибается до бланка. Вяжет просто изумительно. Ну, вот, смотрите, вот такая палочка. Вершинки мы поставили на все фидерочки средние из комплекта. Ну, давайте нагружаем. Я думаю, что здесь, в принципе, нет смысла смотреть строй, потому что это чистый параболик. Видите, смотрите, какая работа. Мы даже не сильно грузим. Вот я левой рукой его беру. Смотрите, как он будет вязать у вас изумительно просто. Вот такая вот нагрузка тоже. Он серьезно. Я его прогружал. Теперь вот то, что я повторюсь еще, что я лично на них карпов не таскал. Но я их нагружал и перегружал. То есть, вот эта палочка у меня бросала кормушку 70 грамм и 80 грамм. То есть, имейте в виду, это вот рабочий такая 28-42 плюс корм. Это вот просто супер будет. Будете испытывать одно удовольствие. Значит, следующая серия пошла с Пэшелка. У меня в руках 3.20. Ну, колечки. Смотрите, правильная расстановка колец. Ничего здесь. Четырехтысячную катушку ставьте. 3 500 подайвить. 4 000 пушимана. Ничего захлестывать не будет. Бить ничего не будет. Исключительный параболик. Смотрите, какая работа. Еле-еле трясу. То есть, абсолютно будет вязать. Ну, и, соответственно, бросковая палочка. Вот здесь вот единственное, что я вам могу сказать, что 70 грамм 80, он начинает валиться. То есть, он уже не бросает. Поэтому здесь, как бы, вот 28-42. Вот. Ну, как бы, это типичные веса, в общем-то, на стоячих водоемах, на платных. Давайте нагружаем. Выбирайте, исходя из длины. Как, чем, если далеко работаете, да, то берите подлиннее. Вот, в общем-то, и все. Смотрите. Во, я вот даже еле-еле, ну, держу так. Не могу сказать сильно. Видите, даже вторую руку не подключаю. Смотрите, какая парабола. Ну, просто изумительная, да. Кто вот любит такие банки, такие палки, чисто английские, да. Вот Константин Михайлович иммунтирует рыбки. Видите, как. Да, вяжет она замечательно. Так, следующее. У нас тоже Prime Ram Rush Special Carp 360 в руках. То есть, это вот именно максимально такая дальнобойная палочка для карповиков, где там заброс я ей бросал на 60 метров. Отлично он бросает на 60 метров. Поэтому имейте в виду. Но я, правда, пустую кормушку бросал. По весу. Точность так же. 28, 42, ну, 56 плюс корм он бросит. Но уже не так далеко. Ну, и построю то же самое. Смотрите. Еле-еле вот держу. Кому-то кому это нравится. Вот, пожалуйста. Нагружаем. Ну, вот, смотрите. Точность так же. Имитация у рывков рыбы. Кстати говоря, запас прочности очень большой. Поэтому имейте в виду. То есть, совершенно спокойно. Можно его перегружать. Ну, как бы здесь тест не указан, как я сказал. Но вот то, что я вам говорю, так, в общем-то, и делайте. Вы можете брать кормушку легкую, закормочную даже. Да, и в принципе, 80, сколько, 70, 60 грамм. Ну, до 80 даже он бросит у вас. Значит, и последний. Это у нас Special Prime Rush Special Carp 3,25. Это вот такая вот близко средняя дистанция, можно так сказать. Ну, строй, видите, то же самое. При этом он, видите, достаточно качественный. То есть, хорошо, ровно выравнивается. То есть, захлёстов особо не будет никаких у вас. Давайте нагружаем. По весу точность так же. 70 грамм я грузил, и 80 он бросает. Ну, начинает уже чуть валиться на 80. Ну, вот, 42,56, 3,28, это вот прям его. Общий вес, я имею в виду. Ну, смотрите, как он. Вот, представьте, Carpik дергается. Ну, шикарно. И самая ещё палочка лёгенькая, тонкая. Поэтому, смотрите, вот я на рынке далеко не так много такого плана удилищ. И по качеству, я ещё раз повторюсь, претензий к ним нет. Есть, я знаю, палки, не буду пальцем показывать, которые по качеству уступают. Да, серить достаточно. Так, и бывает, и брачка много, и так далее. Здесь, действительно, они такие вот, можно сказать, даже произведения искусства. Лаковые такие, очень приятные. Согласитесь, приятные, очень интересные, действительно, параболики, которые хотят иметь... Люди, которые хотят иметь в своём арсенале фидер параболик. Параболик, пожалуйста, не очень дорого, далеко не дорого по сегодняшним ценам. И, действительно, качество очень хорошее. Поэтому, не сомневайтесь, заказывайте в запчастях также. Не сомневайтесь, будем их возить. Более того, могу сказать, что, как и ранее говорил, да, что наши покупатели и подписчики на социальные сети в период действия акции получают две запчасти в год бесплатно. Даже если, по собственной видне, сломали этот фидер, там, или какое-то колечко, колено, вершинку, там, и так далее. Плюс к этому, бессрочная гарантия на заводской брак от нашего магазина. Плюс к этому, кто на ремонт принесёт нам удилища какие-то даже свои, мы даём бессрочную гарантию на весь срок службы на место ремонта. По чехлу достаточно простенький чехол, но при этом вот такого симпатичного цвета, голубой с оранжевым, можно сказать, на липучке. Разделён, соответственно, на две части, под каждое колено своя часть. Здесь кармашек под тубус с вершинками. Здесь у нас уже идут две завязочки. Ну, смотрится приятно, действительно приятно, не дёшево, ну, не могу сказать, что он прям совсем дёшево смотрится. Нет, приятный чехольчик очень. И, кстати говоря, достаточно неплохо здесь шит. Не могу сказать, что прям что-то тут идеальное. Ну, где-то вот ниточка тут торчит чуть-чуть здесь, вот немножко тоже болтается. Ну, скажем так, не идеально, но вот, скажем так, чехол это не главное в фидере, как говорится. Подписывайтесь на социальные сети магазина Multifish. Всего вам доброго. Покупайте и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok